Дешевая рабочая сила, уклонение от уплаты налогов и страховых взносов. Система привлечения работников без официального оформления трудовых отношений кажется работодателям привлекательной. Однако так называемая теневая занятость в итоге имеет печальные последствия для обеих сторон. На деньги, которые не дошли до бюджета республики, вполне можно было построить новый садик. И не один. Ежегодно республиканская казна теряет 2,5 миллиарда рублей за серых схем выплат зарплаты наемным работникам. Управление по развитию потребительского рынка и предпринимательство администрации Чебоксар проводит еженедельные рейды по торговым точкам города. Очередной рейд прошел на Николаевском рынке. Увидев камеры, большинство предпринимателей закрыли свои точки. Процент добросовестных предпринимателей оказался невелик. Большая половина торговцев пытается обойти закон. Значит, такие есть ошибки. Аналогичные, которые мы выявляли также в центральном рынке, и здесь точно такие же ошибки. Нет трудовых договоров, трудовых соглашений. Трудовых соглашений указывают только одноразовые выплаты заработной платы. Низкие зарплаты пока не выявлены. Пока все показывают трудовых соглашений более 7 тысяч рублей. Подробнее о том, как администрация столицы борется с теневой занятостью, мы расскажем вам в программе «Об этом подробнее» 25 февраля в 20.30.